Всем родителям школьников хочется знать, чем таким кормить ребенка, чтобы он не болел, был на уроках внимательным и хорошо учился. К сожалению, волшебного продукта, который закроет все эти задачи, не существует. Единственное, что сработает, это полноценное питание, в котором есть белки, жиры и углеводы в нужном количестве. Если, например, ребенок просто выпил стакан молока и пошел в школу, ну, то есть у него батарейка сядет через полчаса, потому что там мгновенно всосется, в молоке там очень мало белка, там 3 грамма на 100 грамм. Много белка только в твороге и в сыре, а все остальное такое лайт, да, тут же греческий йогурт, лайт. Доказано, если ребенок ест много сладкого и часто кусочничает, хватает то печенька, то яблочко в течение дня, он не получает нужное ему количество калорий. Комфортный интервал между приемами пищи для ребенка 2-3 часа. То есть ребенку каждые 2 часа есть нормально, потому что он физиологически меньше взрослого, у него меньше желудок, у него меньше еды помещается. Если он проснулся рано, он ничего не поел, и он пошел в школу, то 100% надо давать перекус, потому что, ну, как бы ему не хватит, да. Опять же, тут вопрос к семье, да, почему он не позавтракал, да, может быть, его надо раньше укладывать спать, потому что утром он якобы не может проснуться. Если ваш ребенок находится в школе дольше 2-3 часов, ему стоит давать с собой перекус. Первое правило при сборах еды в ланчбокс для школьника – это безопасность, чтобы перекус в портфеле и в жаре не испортился. Второе – ребенку должно быть удобно это есть, чтобы крошки не сыпались и сок по локтям не тек. Фрукты классно, да, это яблоко, это банан, да, обязательно моем, кладем в ланчбокс. Это какие-то орехи, да, можно предварительно их дома там промыть, просушить, подготовить. Можно овощи соломкой нарезать, это может быть цельнозерновая булочка, либо там тост. Основная идея в том, чтобы кормить школьника разными пищевыми группами. Ключ к здоровью ребенка – это всегда разнообразие в питании. Если на завтрак у ребенка овсянка, то нужно насыпать в нее горсть орехов или ягод. Если омлет, то с овощами и сыром. И тогда ребенку хватит энергии на учебу.